Никаких однополых браков, чтобы не было, никаких депарадов, никакой коноплини медицинской, вообще никакой. В ужасе некоторые говорят, что да что, потом начнёт требовать, там вообще наркотики тяжёлые легализовали. Ужас, ужас, тяжёлые наркотики может кто-то захотеть легализовать. Так вот, я могу просто высказать своё мнение, не претендуя, что я смогу их переубедить, дискуссии какие-то открывать никто не будет, наверное, на эту тему, со мной, по крайней мере, хотя мне есть что сказать, что, безусловно, всё должно быть легализовано. Все наркотики, без исключения, по всему миру, это вопрос не украинский, не российский, это вопрос всемирный, по всему миру всё это должно быть легализовано, в том числе и в Украине. И конопля, и всё остальное, и героин, и всё что угодно. Все наркотики должны быть легализованы полностью, продаваться свободно. Все, кто за них сидит, должны быть выпущены. Это, кстати говоря, уменьшит тягу к ним, это, так сказать, собьёт вот этот вот интерес, потому что, особенно там дети и подростки всегда тянутся к тому, что запрещено, к запретному плоду. Это то, запреты, их только подстёгивает, их интересы, желания, так сказать, непременно попробовать. Если будет всё легально и будет всем пофигу, что оно как бы, фигня какая-то лежит, типа, продаётся за три копейки, интерес уменьшится. Разумеется, должны быть легализованы однополые браки в нормальном виде, как браки, а не какая-то, так сказать, непонятная вот эта вот вещь под названием, там, гражданские партнёрства, или как это называлось. То есть, просто вот есть, как бы, эта тема, она звучит в интернете, там, вот эти вот, так сказать, традиционалистские консервативные настроения, там, правые, право, они просто о себе право-консервативные, там, какие-то каналы в Телеграме, вот там, значит. Про-украинские, вот такие, право-консервативные, против геев, против, там, наркотика, против всего-всего. Я думаю, что Украина, как раз, если, если за неё воевать, если она будет свободная, свободная и независимая, то в ней должны свободно жить люди, всё должно быть легализовано. За что воевать, за то, чтобы была, внутри страны была такая же тюрьма, такой же консваги, как у москалей, что ли, там тоже всё это запрещено. Там тоже, основная скрепа, это гомофобия, победобесие и гомофобия, это то, на чём стоит вот эта вот империя москальская, путинского извода, по крайней мере. Вот, я думаю, что если бороться, то бороться за свободу, а свобода состоит в том, чтобы всё было легально и никто за людей не решал, как им жить, там, с кем им спать и чем им колоться, не колоться, там, что курить. А насчёт того, с кем спать, так я знаю, что сейчас, ну, мне напишут или где-то в интернете это постоянно говорят, что пускай они у себя в спальне, что хотят делают, как угодно, в любых позах, зачем это выносить вовне. Я знаю, что на Западе некоторые знакомые мои тоже там истерику закатывают, когда упоминают, что там это, так сказать, там наоборот, типа, заставляют всех придерживаться вот этой вот толерантности, там, к ЛГБТ и прочее, прочее. Вот, на эту тему очень много можно говорить, как бы, вот, я думаю, что, ну, они, традиционалисты обвиняют, что вот это левые, что это левые навязывают, там, включая, включая большевиков, там, Байдена, это демократическую партию, там, которая теперь коммунистическая, по их мнению, у некоторых стало. На самом деле могу сказать только одно, что вот надо сделать свое, как бы, исполнить свою, ну, обязанность формальную, да, уравнять в правах всех граждан, там, той же самой Украины, например. Чтобы не было дискриминации по признаку сексоориентации, чтобы браки могли заключать граждане любых полов между собой, как угодно. И сколько угодно, потому что, ну, есть такая вещь, как многоженство, которое там присуще только мусульманам считается, разрешено там, типа, только у них, я думаю, что надо тоже легализовать. Чтобы никто ни в чью постель не лез и не проверял, как и что, легализовать все, а что касается, зачем это, типа, выносить в публичную сферу, как гомофобы обычно начинают заявлять, за тем, что это, брак, это юридический институт, и при его наличии или отсутствии, как бы, от этого зависит много вещей, там, начиная от права не свидетельствовать против, там, супруга в суде, или, там, право на получение свиданки в тюрьме с супругом. При наличии штампа регистрации дается свиданка, без штампа не дается, вот так, так устроена тюрьма. Это надо учитывать, и для этого, может быть, брак тоже необходим. То есть, начиная вот с этого, и кончая там правом на наследство. Потому что, если человек умер и завещание не оставил, то супруг автоматически получает зарегистрирование, а если он не зарегистрировал, если брака нет как такового для этих людей, то он ничего не получает, он пролетает. То есть, вот для этого надо в публичное пространство выносить, я об этом говорю, как-то раз. Зачем надо, зачем пускай в спальню, пускай там за закрытыми дверями, они прекрасно знают, что им делать в спальне, но надо, чтобы права были равные у всех, чтобы никакой дискриминации не было. В том числе и в Москве, и в Украине, и везде, это как бы тоже всемирный вопрос. Права граждан должны быть равны, независимо от ориентации, от чего бы то ни было. Так что вот так вот, я просто знаю, что сейчас опять начнут писать в комментариях, что я левый, тут это самое, мне уже писали как-то, когда я о правах УГБТ говорил. Я сразу хочу сказать, ребята, я не левый и не правый, я, как бы сказать, либерториалист. Ну, значит, традиционалисты такие, религиозники, считают левым за то, что я поддерживаю права УГБТ, это очень смешно на самом деле, а есть такие махровые, упертые коммунисты, там, кое-кто из моих знакомых еще в Москве остались, они меня, значит, считают таким капитально правым за то, что я поддерживаю, так сказать, право частной собственности и рыночную экономику, для них я правый. Вот так вот, они тоже в этом железобетонно убеждены, и вот я как бы между тем и другим, как это самое, между двух огней. На самом деле это все ерунда, конечно, дело не влево, вот почему эта повестка о правах УГБТ только у левых, вот надо отобрать ее влево. Должна быть как бы рыночная экономика и частная собственность, в экономическом смысле, и вот это как бы в таком смысле, в смысле личных свобод, права меньшинств соблюдаться, там, наркотики должны быть легализованы, там, автаназия легализована, проституция легализована, оружие должно свободно. Традиционалисты очень выступают за свободную продажу оружия, я их полностью в этом поддерживаю, в этом поддерживаю полностью. Это как бы, оружие это святое, вот, но в их гомофобии, конечно, я их не поддерживаю, права меньшинств должны быть тоже, и в Украине легализованы, и, так сказать, все граждане различных, это самое, и сексуальных ориентаций должны быть уравнены в правах. Вот так вот. Все, пишите в комментариях, кто что думает об этом. Смерть России! Продолжение следует...